Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал, в мой дом, в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сидникова. В сегодняшнем видео две новости. Во-первых, хочу сказать, что красота спасёт мир. Это моё мнение, и так тому и быть. В этом видео я покажу вам небольшую распаковку от T-Decor, какие товары мне пришли. Я думаю, что ивановский текстиль уже не нуждается в рекламе. И хочу заметить, что нам не страшны никакие санкции. Мы будем заниматься всем, чем мы хотим в нашей стране, и у нас для этого есть все условия. Будем поднимать нашу страну. И попрошу вас немножечко поддержать нашего производителя. Не потому, что это реклама, а потому, что это очень качественный товар. T-Decor, громаднейшее благодарю, понравилось буквально всё. И потом покажу, вот за спиной на полу, вы видите творение моих рук, вот этот джутовый коврик. Расскажу, где я его нашла, где я нашла эту идею, что я в ней изменила. И вы наверняка сделаете такую же красоту и для своего дома. Ну, а сейчас давайте буду показывать, буду демонстрировать, буду немножечко вам поднимать настроение. Ну, во-первых, вы сейчас на мне видите вот эту тунику. Ах, какой символ! Посмотрите, какой символ! Не знаю, это, наверное, тигр, год тигра. И мне это очень нравится. Вообще, чёрный-белый я вот этот монохром очень люблю. Все цены, все ссылки вы увидите на сайте T-Decor, которые я оставлю под этим видео во вкладке «Ещё». Итак, поехали! Тунику вы на мне уже видите. Кстати, на мне вот эти вот штанишки. Штанишки, кстати, тоже были от T-Decor. И им уже, по-моему, два года. Они как новые. Это говорит о качестве товара. И я ношу их очень-очень так это интенсивно. Ну что, давайте продолжать. Давайте я сейчас отойду немножко дальше, чтобы вы посмотрели, как эта туника. Ну, я бы не назвала эта туника. Это, скорее всего, просто такая вот футболочка. Вот так вот она сидит. Она немножечко расклешённая к низу. Жалею, что я не взяла размер больше. Это 52-й размер. И, ну, я ношу где-то 50-й. Я надеюсь, что пока что 50-й. Вот так вот это смотрится. Очень хорошее качество. Я там вставлю в ролик, где поближе показываю то, что сейчас на мне. Так что я думаю, что это будет в следующем кадре после моей демонстрации. Следующий товар это вот такая, ну, я бы не сказала, что это толстовочка, потому что она очень-очень тоненький, тоненький трикотаж. Вот такие яркие завязки. Конечно же, эту тунику я брала под эту, ну, будем сказать, толстовочку. Вот такой капюшончик. В общем, буду покорять Чеплыгин весной. Повторюсь, что цены, цены меняются в нынешнее время. Все увидите в ссылке под этим видео. Итак, второй товар это вот такая толстовочка. Конечно же, я ее брала под эту тунику, которая сейчас внизу. Вот такой достаточно большой капюшон. Яркие завязки, но они здесь служат как декоративные. Такие вот ленты. Кому не нравится, можно отрезать, но мне очень нравится. С такими вот веселечками. Вот так вот это смотрится со спины. Очень тоненький-тоненький трикотаж, приятный к телу. Красота красивая. Буду весной щеголять в моем любимом теперь городе Чеплыгин. Ну и еще один товар. Вот это мне, ну, очень нравится. Вот такой вот спортивный костюм. Очень высокая посадка у брюк, что немаловажно. Здесь по бокам есть разрезы для пышных дам. И вот здесь кармашек. Яркий, сочный. Просто прелесть прелестная. Чем мне нравится этот костюм, то что нет ни застежек, никаких пуговиц, ни молнии, ничего. Это вот в виде, как свободная туника. И еще есть капюшон. Здесь все затягивается. То есть, если ветер, вы можете подтянуть, завязать. И ветер вам нипочем. Хорошее качество. Внизу резинка на штанах. Я, к сожалению, не помещаюсь в кадр. Но, поверьте, на столе вы, кстати, увидите. Там резиночка. В общем, вот такой спортивный костюмчик. Очень сочного, очень яркого цвета. Те декор громаднейшее. Благодарю. Очень-очень все понравилось. Ну, а теперь давайте перейдем к следующей красоте, которую я сделала буквально за вечерок. Из джутового каната. Коврик, который вам, я надеюсь, очень понравится. И такого коврика, ну, наверное, не будет ни у кого. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же мне пришло в этот раз от интернет-магазина Те декор. Я заказала вот такой костюм. Костюм женский. Неон оранжевый. Вся четвертый размер. Это хлопок. Вот так вот все хорошо упаковано. Футболка женская. Сараби. Размер 52. Тоже хлопок. Здесь, по-моему, нет. Вот вы видите телефон. Те декор. Конечно же, все или увидите, или уже увидели на мне. Не знаю, как я построю видео. Но все покажу. Туника размер 52. Ну и, конечно, как же я могла не заказать знаменитый ивановский текстиль. Это простыня на резинке. Текс. Розайн. Это сатин. Простыня дорогая. 160 на 200. Это наш размер кровати. Вот вы видите. Сатин. Хлопок стопроцентный. Ну, простыню я показывать не буду. Лишь распечатаем, посмотрим без упаковки. Вот такую нейтрального оттенка. Люблю простыни на резинке. На мой взгляд, они очень удобные. По ценам. Цены быстро меняются в эпоху нашего сложного времени. Поэтому, сколько сейчас это стоит, вы узнаете, пройдя по ссылке, которую я оставлю под словом еще. Это инфобокс. Все ссылочки на товары, на все вот эти четыре товара я, конечно же, вам оставлю. Ну и пришла в подарок вот такая игрушка бумеранг. Правда, не знаю, где мы будем играть с этой игрушкой. Может быть, я кому-нибудь из деток подарю эту игрушечку. А может быть, с Лешиком где-нибудь в огороде подурачимся и попробуем поиграть. Друзья, я просто... Я видела, конечно, рисунок, картинку, когда заказывала этот костюм. Но я не ожидала, что мне он так очень понравится. Значит, что меня порадовало, что здесь нет никаких замков. Это выполнено в виде, ну, как туника, да, свободного кроя. Здесь есть кармашек и здесь есть разрезы. Мне кажется, вот для полных женщин, у кого красивая фигура, скажем так, очень красивый костюм. Здесь есть капюшон. Есть... Можно затянуть этот капюшон, если вдруг ветер спасет от ветра. Очень качественный материал. Но все мы знаем Ивановский трикотаж. Это, конечно, уже даже не обсуждается. Классный. Значит, сзади полностью вот такой оранжевый, яркий. Мне захотелось почему-то оранжевого, вот такого яркого. Вот. Все швы хорошо сделаны, без торчащих ниток. Очень-очень аккуратненько. Ну, хэбэшечка. Вот с изнанки вот так вот это выглядит. И штанишки. Штанишки с высокой посадкой, так я понимаю. На мне, конечно же, увидите снизу вот такая резинка. Сбоку яркие лампасы. Ну, в общем, я буду ярко выглядеть этой весной в городе Чеплыги. Теперь уже в моем любимом городе. Идем дальше. Вот такой тигр. Это футболочка. Обратите внимание, она с цельнокроеным вот таким рукавчиком небольшим. Вот такой вырез неглубокий. И это 52 размер. Она немножечко даже приталена. То есть, она не прямая, а все-таки подчеркивает нашу женственность. Вот такой красивый принт. Повторюсь, это 52 размер. Мне кажется, на размер нужно брать побольше, что я и сделала. У меня сейчас 50-й, взяла 52-й. Со спины она полностью черная. Очень приятная ткань. Трикотаж. Опять же, Ивановский трикотаж. Очень понравилось. Ну, просто очень. Классная. Под черные лосины или под черные брючки. просто класс. Вот, вы видите, 52-й размер. Стопроцентный хлопок. Ну, а это туника просто бомба бомбическая. Значит, 52-й размер. Здесь есть карманчики сбоку. Один или да, два кармана. вот длинный рукавчик без резинки. вниз она тоже такая вот расклешенная. И вот такие интересные яркие завязки с ярким ярким большим капюшоном. что здесь написано love is happy. Вот такая счастливая любовь. вот опять же хлопок вне сомнения на высоте. Все все швы аккуратненько заделаны. Нет никаких торчащих ниток. В общем, я очень довольна. Спасибо Т-декор. вот вот такая туничка. Ну и осталась простыня на резинке. Доставать не буду. Очень хорошего качества плотный сатин. Вот сейчас вам показываю очень близко. В общем, я очень очень довольна. Монька пришел посмотреть на весну. У нас опять зима, но тает. Все ночь шел снег, опять все замело. Итак, друзья, коврик из джуда. Конечно же, это не моя идея. Идею я подсмотрела на канале. Ссылку на него и на это видео обязательно оставлю. Но там какое-то интересное латинское название канала. Если честно, я не запомнила. оставлю. Значит, я взяла эту идею, но все сделала немножечко по-своему. Девушка там использует пистолет с горячим клеем. У меня тоже такой есть, но мне не нравится качество клея в этом пистолете. И все разваливается. я пыталась как-то использовать его, не понравилось. Я использовала клей титан. Вот такой вот клей. Здесь он написан атлет, но я так поняла, что это титан. По-разному как-то пишут. Вчера сходила в наш строительный магазин, который возле дома практически, и забрала последние две бутылки. Стоил 240 рублей. А вот этот клей я использовала. Значит, что пошло, сколько джута пошло на этот коврик. 100 метров джута покупала на вайлберис 674 рубля. Был буквально несколько дней назад. Сейчас около тысячи или 900 чем-то там что-то такое. Цены меняются каждый день. Так что мне повезло. Еще заказала три таких набора по 100 метров. Буду делать еще квадратный коврик. Итак, 100 метров джута диаметром 4 миллиметра. Клей титан ушло где-то полбутылки литровой, но может быть чуть-чуть меньше, может быть где-то грамм 400 ушло на этот коврик. Использовались кастрюли диаметром. сейчас я приложу. Вот так вот. Вот здесь поверьте здесь 19. У меня одной рукой не очень удобно. Вот этот круг 19 сантиметров. Вот такая у меня есть кастрюля. Конечно можно использовать циркуль, но у меня циркуля не нашлось. Так что-то с фокусом. фокусируйся, не хочет фокусироваться. Дальше диаметр я использовала вязаную корзину свою. Сейчас покажу. То есть следующий диаметр мне нужно было создать вот этот вот внутренний диаметр. Вот кстати донышко тоже от Т-декор. Они там стоят копейки. Ну во всяком случае стоили. Сейчас не знаю друзья цены меняются. Тоже высылал Т-декор и мы с вами вязали вот такую коробочку. Внутри там красота красивая там еще салфетка, но не буду на этом останавливаться. Донышко тоже вот такое от Т-декор. То есть что я сделала? Я вырезала круг из плотной бумаги. Плотная бумага у меня здесь была это от старых хозяев осталось. влагостойкая. Сейчас я вам покажу как выглядит с той стороны. Вот такая бумага. Здесь она использовалась в доме. Ей заклеивали швы, когда обшивали гипсокартоном. Она влагостойкая. Повторюсь, на нее даже штукатурка наносится и она ей ничего. Вот заодно посмотрите как коврик выглядит с той стороны. Бахрома здесь приклеена. Я думаю, как сделать бахрому вы знаете. И вот по три штучки я брала вот эти ниточки и приклеивала. Очень много времени ушло на это. Наверное, столько же, сколько я изготавливала коврик. Ну, а дальше, я думаю, вы посмотрите видео, где девушка показывает. я не буду рассказывать. Единственное, что у меня основание бумага. Вот эти вот кружочки, их у меня почему-то получилось 15. В видео у девушки 16. Вот, которые идут. Вот они, эти кружочки. Диаметр здесь тоже нашла крышку от пластиковой коробочки. Здесь 11 12 сантиметров. Ну, то есть, что я делала? Вырезала из бумаги просто кружок и на него вот так вот с той стороны наклеивала джут. А потом все это дело собирала и еще раз приклеивала к бумаге. Вот, в принципе, и все. Коврик очень прочный. Он не рассыпется, я надеюсь. Мой тоже пытался его драть, конечно же. Ну, что делать? Ну, подерет, значит, подерет. Вот, буду я делать такой же коврик квадратного, ну, не квадратный, а прямоугольный. А вот этот, скорее всего, пойдет под компьютерное кресло. Я сейчас, ну, как бы, поставлю, как это выглядит. Посмотрите. Ну, в общем, я очень довольна. То есть, вы поняли. Вот это начало работы. Потом вырезали вот такой диаметр, вернее, начертили. И потом начали выкладывать вот этот большой круг. Вот этот большой круг. Когда вот это и вот это у вас готово, вот здесь у вас образуется вот такое расстояние. Здесь уже не надо ничего делать. вы просто вот так змейкой между вот этими двумя уже блинчиками выкладываете и приклеиваете вот этот ажур, я так сказала. Вот. И все. У девушки там немножко по-другому вкле... Ну, все это дело делается. Повторюсь, у нее другая технология изготовления этого коврика. на мой взгляд не очень практично. То есть коврик, я думаю, что не очень прочный и через какое-то время он просто развалится от этого клея в пистолете. Но как идея мне очень понравилась. Просто я ее немножко преобразовала. Вот посмотрите, как замечательно смотрится компьютерный стул на этом коврике. Это также если у вас ламинат и нет специальных колесиков с мягкой мягкие прорезиненные специальные колесики продаются для рабочих стульев, чтобы не портился ламинат, то вот этот коврик вам просто необходимо сделать. Значит себестоимость у меня получилась где-то ну если считать клей ну пусть 100 рублей 700 где-то 800 рублей получила себестоимость вот этого коврика. Вы знаете я уже даже задумываюсь над тем поскольку в свете нынешних событий отключения России от монетизации все блогеры сейчас без зарплаты. поэтому я уже подумываю а не изготавливать ли мне что-то не обязательно это будет коврик хотя тоже идея неплохая может быть я займусь разведением кроликов может быть кролики это ценный мех да вот может быть еще чем-то но мысли уже работают в этом направлении как дальше выживать и что делать так что как идея для заработка тоже думаю неплохая ну вот мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю что было вам интересно какие-то идеи может быть вы почерпнули для себя еще раз благодарю Тедекор за предоставленные товары я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока